Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск в студии Кристина Кощи в начале коротко о главных темах уходящей недели. Хотелось бы отметить, что все-таки на реке Канн купаться нельзя, запрещено. Неделя в Каннске началась с ЧП. Первый трагический случай на воде произошел в районе поселка Римзавода. Не успели спасатели достать тело погибшего 19-летнего парня, как буквально на следующий день там же утонули еще двое мужчин. Эмоции просто зашкаливают. Конечно же, они положительные. В Каннске отпраздновали День молодежи, в рамках которого прошел и выпускной бал. Напомним, в этом году наш город носит звание молодежной столицы региона. С учетом имеющихся у них льготных статусов получают компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. С начала этого месяца платить за коммуналку придется больше. С 1 июля в Крае подорожала тепло, горячая и холодная вода, газ, электроэнергия и вывоз мусора. Итоговая цифра платежки для Каннской и Красноярска вырастет на 10,5%. А для жителей других городов Края предельный индекс составит не более 7%. На базе технопарка будут реализованы дополнительные общеразвивающие программы. Школы и детские сады опустили. Во всех дошкольных и школьных образовательных организациях активно проходят массовые ремонтные работы. Косметические, текущие и капитальные. Члены конкурса проверят документы, правильность документов поданных. Завершился прием документов от кандидатов на должность главы Каннска. Впервые за историю выборов градоначальника депутатами. Заявки подали сразу 8 человек. Уже 10 числа состоится конкурс, где три члена комиссии с числа депутатов и три человека, назначенных губернатором края, заслушают планы развития каждого претендента. Полгода рабочие трудятся над преображением бывшего общежития по улице 40 лет Октября. За это время уже проделан немалый фронт работ. Как протекает ремонт, расскажем в следующем материале. Никаких цветов и клумб, только горы мусора вокруг придомовой территории бывшего общежития на 40 лет Октября 25. Все дело в том, что в многоквартирном доме проходит капитальный ремонт уже с января текущего года. К слову сказать, жильцы об этом мечтали все прожитые годы. Но сейчас для многих из них это стало кошмарным сном. Не устраивает удобство у нас. Прежде чем делать коридор, надо было сделать умывальники с водой. И чтоб люди были с водой. Жара 40 градусов, вы сами видите. Нам не омыться. Мы сидим без воды. Люди и горячие нет. Ни помыть, ни детей. Есть люди парализованные. И мы сидим. Вот нас вот это беспокоит, что мы сидим без воды. В первую очередь надо было сделать умывальники, дать людям воду. А потом делать коридоры. Конечно, есть и оптимистичные жильцы данного дома, которые готовы терпеливо пережить ремонт ради будущего удобства и комфорта. Я уверена, что ребята постараются, сделают все, как мы хотим, чтобы было все четкое. Но это нужно время. В любом случае. Сколько людей этого ждали, ну наконец-то мечты сбываются, как говорится. По словам подрядчика, за предыдущие полгода уже полностью переделана кровля здания. А на этажах, в общих коридорах, практически полностью обшиты стены и потолки гипсокартоном. А также производится замена напольного покрытия. На данный момент ведутся самые сложные работы. На данный момент ведутся работы по перекладке наружной сцены в правом крыле. Там произвели сейчас демонтажные работы. Параллельно занимаемся электрикой, сантехникой и отделочными работами. Параллельно у нас еще на левом крыле сейчас производят демонтажные работы на первом этаже. Будем восстанавливать коммуникации, инженерные сети. Проект довольно масштабный и рассчитан до сентября 2025 года. Но подрядчик утверждает, работы ведутся на опережение установленному сроку. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей. Также мы расскажем о погоде на выходных и другую полезную информацию. Не переключайтесь. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств в домашней сети, без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60. Весна пришла, готовим технику, готовимся к посевной компании. Трактор деталь. Новое поступление запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Поможем в выборе продукции, дадим консультацию по любому вопросу, выполним доставку на дом. Название магазина запомнили? Да, трактор деталь. Магазин трактор деталь. В магазине мир одежды и обуви жаркие скидки на летние босоножки, женские, мужские и детские, на любой вкус, цвет и размер. Скидка 20% только за наличный расчет. Мир одежды и обуви, ТРЦ, Порт-Артур, бывший зал, Парнас. Следователями полиции окончено расследование уголовного дела в отношении подозреваемых в распространении наркотических средств. В ходе реализации оперативной информации при извлечении свертка с веществом из очередного тайника в советском районе Красноярска был задержан ранее несудимый 51-летний красноярец. В ходе проведения досмотровых мероприятий при нем были обнаружены 30 свертков с наркотическим средством. Позже сотрудники задержали того, кто изготовил закладку. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 42-летний мужчина. В общей сложности у него было обнаружено и изъято почти 122 граммов наркотического средства, часть из которого он успел расфасовать и заложить в разных районах города крупными партиями от 6 до 18 грамм. Также по месту проживания задержанного сотрудниками полиции были изъяты электронные весы и упаковочный материал. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В Красноярске сотрудники госавтоинспекции помогли доставить в медицинское учреждение женщину, у которой начались роды. К сотрудникам полиции обратился взволнованный водитель Нивы. Мужчина рассказал, что с ним едет его беременная супруга, у которой начались схватки, и он боится не успеть вовремя добраться до больницы. Моментально оценив ситуацию, госавтоинспекторы приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в ближайший роддом. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДПС, кортежу с ценными пассажирами потребовалось чуть более пяти минут, чтобы прибыть в роддом. Будущие родители искренне поблагодарили полицейских за внимание, выручку и профессионализм. Медведь пришел на запах жареного в Курагинском районе. Недалеко от Кашурникова загорелся мусорный бак. На огонек пришел медведь, который залез внутрь в поисках вкусняшек. Не напугали его даже дым и собаки, которых натравил хозяин территории. В этом году Каннскому району исполнилось 100 лет. Специалисты при службе администрации объездили все сельсоветы, входящие в состав района, и сняли о каждом мини-фильм, в котором рассказали об истории, долгожителях, знаменитых личностях и многом другом. На протяжении двух недель в своих выпусках новостей мы будем их показывать и третий о Георгиевке. Первоначально это село называлось Каприлячье. Такое же название носила заимка, на которой в 1894 году поселился сыльный капрал из европейской части России. Современное название село получило в начале 20 века в честь великого князя Георгия Александровича. Как вы уже поняли, сегодня мы расскажем о Георгиевке. В церкви висела икона святому Георгию, и в честь его и названа. Названа Георгиевка. Церковь закрыли в 1934 году. Ее в разные годы использовали под разные нужды, а потом и вовсе разрушили. Все это видел старейший житель Георгиевки Дмитрий Иванович Бойдик. А Купола сожгли, свалили. Молодежь наняли, а они с радостью стали, большой куполь такой здоровый был, стали тлилить, тлилить, тлилили. Он как пошел и их чуть за собой не утянул. От маленького Купола осталось это. Я как-то пошел туда, смотрю, крест валяется вот такой вот. Я его взял и домой проволок. И он сейчас находится у школы, у этой музея. В музее, да? Да. Отец Дмитрия Ивановича был свидетелем убийства священника церкви Георгия Победоносца. Старожил эту историю помнит и рассказал в подробностях. Отец, они шок, этот сосед и Шарпаков, Шарпак, шушикались. Он понял. Ну вот я схожу на улицу. На улицу пошел и убежал от них. Вот. Они его искали, хотели его убить. Вот. Но не нашли, пришли и попал. А за что? За что они вообще его убили-то? Почему? Ну, спроси, за что их. Дуроны были. Избежали, скрывались. Владимир Морозов, директор СПК Георгиевский, установил крест в память об убитом священнике. Стоит он неподалеку от того места, где когда-то стоял храм. А это тот самый крест из Георгиевской церкви, которая была разрушена в 1934 году. Он довольно тяжелый, массивный, сделан, судя по всему, из чугуна и весит около 10 килограммов. Это память, которую хранят в школьном музее. В школьном музее Георгиевки хранятся предметы старины. Обувь, утварь, бивень мамонта и даже каска пожарного. Всего понемногу. К сожалению, в музее невозможно сохранить знаменитый хлеб Георгиевки, о котором помнят жители села. Фекарня у нас была превосходная. Да, которая славилась в Каннском районе. Расскажите, что там пекли? Там хлеб, в основном хлеб пекли. Ну, калачики могли, булочки, ну как булки, как бы нарезные. Готона? Там дружить пойдешь, дружить пойдешь, булку хлеба возьмешь, а пока дружишь, булку хлеба съедаешь. Съезжу, свежий, горячий. И давали бесплатно даже. Придешь, попросишь, они дают. Ну, это самый вкусный хлеб в Каннском районе был. Какой в Каннском? Невчонки. Отсюда приезжали. Да, да, каток был напротив. Мы говорят, катаемся, побежим туда, пекар. Хлеба возьмем. А еще Георгиевка славилась своим совхозным садом. Им руководил Дмитрий Бойдик. В саду Дмитрий Иванович выращивал ягоды и овощи, за которыми охотилась местная ребятня. Был в их числе и нынешний глава сельсовета Сергей Панарин. Со всего района и даже из города приезжали сюда, чтобы купить смородину, сибирские яблочки, огурцы и даже арбузы. Но сада давно нет. Зато усадьба Дмитрия Ивановича считается образцовой. Дом с колодцем во дворе построил еще его дед. Раньше машин не было, а на конях все это зерно сдавали. И вот с этих шеломков до нас доезжают и коней поили. Вот здесь? Очень чистая вода была. То есть он был до какого-то времени действующий. Сейчас вы уже им не пользуетесь, да? Почему? Пользуетесь? Ну, как же, поливаем. А, только там теперь стоит насос, да? Раньше Дмитрий Иванович сам ухаживал за усадьбой, а на 95-летие попросил газонокосилку. Теперь большую часть делает его дочь. Она и за огородом ухаживает, а Дмитрий Иванович приглядывает. Опыт у него имеется. 1 июля этого года ему исполнится 96 лет. Что-то надумались. Вы помирать право приехали. Да, рано. Видите, сейчас кого-то дороже? Рано, рано. Нет, не нужно, не нужно. Рано. Так давайте до 100. Ага, давайте. Дмитрий Иванович, желаем вам здоровья. Ну, а из Георгиевки мы отправляемся дальше. Изучать историю Каннского района. И в завершении выпуска о погоде на выходные. Суббота и воскресенье, по данным портала гесметио.ру, будут довольно теплыми и комфортными для отдыха на свежем воздухе. Дневные температуры в эти дни составят плюс 26, плюс 128 градусов. Ночные – плюс 22, плюс 23. В субботу пройдет небольшой дождь. Порывы ветра до 3 метров в секунду. Чтобы и дальше оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Каннске и Каннском районе, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код вы видите на своих экранах, просто наведите на него камеру мобильного телефона. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... МВД предупреждает. Это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp? Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram? Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Только факты. За три месяца 2023 года в России заблокировано почти 100 тысяч телефонных номеров, которые использовали мошенники. Однако вычислять и блокировать звонки из мессенджеров пока не удается. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните. Это мошенники. Их задача – напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала Госуслуг. Вежливый голос уверяет – ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если заменить пароль и номер телефона на Госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас, под его чутким руководством. Запомните. Это – мошенники. Их задача – получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, чтобы сделать все то, о чем они вам так подробно рассказали. Будьте бдительны. Мошенники придумывают все новые схемы обмана, пугают уголовной ответственностью, обещают баснословные выигрыши, прельщают и легким заработкам. И все с одной целью – выманить у вас деньги. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это – мошенники. Продолжение следует. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку Пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова